Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы порассуждаем о том, стоит ли брать кредит под залог недвижимости. Подводная камня. Многие эксперты отмечают то, что брать кредит под залог недвижимости достаточно выгодное решение. Во-первых, конечно же увеличивается сумма кредита. Во-вторых, уменьшается процентная ставка. И в-третьих, процедура кредитования проходит очень и очень быстро, без сбора каких-либо справок и документов. Ну а также никакие проверки особо не проводятся. Подводные камни, конечно же, есть. В первую очередь оцените свои возможности, потому что терять свою недвижимость, терять свою квартиру будет как минимум обидно, ну и конечно невыгодно. Посмотрите, пожалуйста, на ту сумму, которую вы собираетесь брать, потому что если сумма достаточно маленькая, то смысл тогда брать кредит вообще в залог. То есть сумма должна быть как минимум в несколько миллионов, как правило. Такие большие суммы как раз таки и выдаются под залог недвижимости. Но опять же, нужно здесь оценивать, какая у вас недвижимость. Конечно же, подводные камни могут находиться в самом кредитном договоре. Обязательно, очень тщательно прочитывайте полностью весь кредитный договор, каждый пункт, какие будут штрафные санкции. Что будет с квартирой, какие у вас могут быть просрочки, чтобы все было с вашей залоговой недвижимостью в порядке. Самое важное, самый подводный камень такой важный, это кредитный договор. Читайте внимательно, чтобы с вашей залоговой недвижимостью было все в порядке. Читайте, насколько оценили вашу залоговую недвижимость, какая процентная ставка, как вы будете погашать, в какие дни и так далее. Это очень важно, чтобы в будущем не было каких-либо проблем. Каких-то других подводных камней здесь нет. Наоборот, как мы уже отметили в начале этого видео, что это очень выгодно. Во-первых, как правило, если вы предоставляете документ, то что у вас есть недвижимость, залоговая недвижимость, то даже многие банки не будут как-то досконально, тщательно проверять вашу кредитную историю, ваши доходы и так далее. Необходимо будет в большинстве случаев просто предоставить ваш паспорт, документ по недвижимости. И сделка осуществляется достаточно быстро. Не нужно никаких поручителей, никаких созаемщиков, ничего этого не нужно. Сумма оценивается достаточно большая. Процентная ставка уменьшается по сравнению с обычным потребительским кредитом, если вы не предоставляете какого-либо залога. Поэтому, если вы хотите взять достаточно большую сумму, то логичнее всего, чтобы уменьшить вашу в будущем долговую нагрузку с той же процентной ставкой с уменьшенной, то стоит попробовать. Почему бы и нет? Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok